Мы прежде сделали такую вотную историю, которая, в общем-то, упомянута в предисловии книжки. Мне сказали, что нельзя, чтобы авторами были два человека. То есть артефакты, здесь два автора. То есть это не моя книга. Хотя это книга Саши, о нём самой. Потому что, не знаю, процентов 60 текстов принадлежат в мире. Мы с соратницей Сашей, с моей соратницей, с Машей Нестеркиной, расшифровали очень много интервью. Я перечитала очень много статей. Отслушала эфиры. В общем, просмотрела очень много материала, в котором он сам рассказывал своих работ. Прелопатила соцсети, либо же выжимал, либо, не знаю, странички в Фейсбуке, ВКонтакте. Все, что было можно, я собрала, просмотрела. И поняла, что вот он, тот самый материал, в который можно отталкиваться. Потому что пересказывая то, что делал Саша, мне кажется бессмысленно. Тем более, что очень много материала, через которые он сам объяснял смысл своих работ. Поэтому в книге очень много его текстов, расшифровок, интервью в том числе. Я бы сказала, процентов 60. У меня, на самом деле, тебя, Саша, только не стало, потому что все было очень внезапно. Но буквально в первые же дни у меня возникло в голове слово «мы художник». И возникло в голове идея «создать некую кровь». Потому что он сам никогда не успевал этим заниматься. Он предпочитал сфокусировать себя именно на деле. На том, как все это осветить. Но сосредоточить внимание, это были не его компетенции. А этим очень занималась я. То есть я с самого начала почти помогала мне работать с текстами. Придумали названия. И я помню эту историю с «Мальской розой». И когда Саша приходил к нему. Ну ладно, я критикую. Что же ты делаешь? Давай так много. И мы с ним сидим на кухне. Пьем чай с конфетками. И думаю, в какую сторону повернуть. Развание именно. Давай на поле. В общем, на самом деле, да, конечно. На этих книг у меня было очень много. Текстов у меня было очень много. И на протяжении книжки, в общем, можно проследить. Ну, некую эволюцию. Именно вербально, так скажем. У него насаживают мысли. Потому что сначала он писал тексты сам. А он такой обычный закамский пацанчик, как он говорит. Потом я со своим все-таки филологическим каким-то образованием подключилась и тексты стали более текучие. В книге нет какой-то четкой структуры именно связанной с хронологией. И я долго не могла понять вообще, как к этому приступить. Было большое желание сделать хронику. И я просто начала с того, что когда Саша не стало, я начала выкладывать истории о его проектах. Нерассказанные истории рассказывать. Какие-то фотографии находить. Кухни, так скажем. Что стояло за вот этой картиной, которую видели все. Какой процесс, какая кухня. Потому что там было очень много смешных историй. И мне хотелось их рассказать, чтобы люди могли оценить не только результат, но и весь процесс. И через это понять, как его личность может ответить на какие-то свои собственные вопросы. И на тот момент для меня тоже был, конечно, крайний. Попытка отвечать на свои собственные вопросы. И для таких мастеров накопилось уже несколько. Несколько историй. Я прям их выкладывала с тегом Торенко и Женева. Я поняла, что вот было бы здорово собрать это все как-то в одно место. Потому что действительно было ощущение, что очень много не высказанного осталось недосказанного. И вот нужно ловить, как Татьяна правильно сказала, момент прямо сейчас. Потом, когда уже мы оформили эту мысль, потому что это должна быть какая-то книга, какая-то хроника официальная. И когда было понятно, что он будет готов как-то это все демонстрировать, мне сказали, ну вот, давай, дышим. И я поняла, что я сижу в большой лице дружу, я понятен, у меня из какого края начинаю писать. Потому что делать разрозненные постели одна, один формат. А вот собрать из всего этого книгу, это совсем другое. И я бы просто долго не могла понять, как к этому поступиться. И поняла, что у меня как будто бы нет морального права пересказывать Сашину историю. Мне бы хотелось, чтобы он звучал сам. И тогда пришла идея, что вот, собственно, я сделаю все по-хитрому. Я ему предоставлю слово, потому что он гораздо лучше это сделает, чем я. А я буду только дополнять это какими-то предысториями, заисториями, во времяисториями и прочими всякими разными фактами, которые я с вами рассказывал. Так все получилось, в общем-то, но... И даже такой формат дался мне очень тяжело. Оказалось, что нужно снова встретиться с этой... Ну, болью, так скажем, да? Можно даже объяснять. Просто встретиться нужно с этой болью лицом, лицом. группы посмотреть на нее. Как бы, когда ты пишешь клюву, очень сложно делать вид, что ничего не произошло. Приходится разбираться с собой. Слезы, сопли и все. Вот это вот сопровождало, особенно первые какие-то попытки начать разбирать эти огромные, не знаю, пласты материала. Это его фотографии. Это вообще... Это его рундук, это отдельный... Отдельный такой архив, потому что там все... И с Татьяной мы тоже как бы с этим вернулись, что там все рассортировано. Как каким-то ему одному ведомым порядком, я не могла понять, почему это здесь находится, почему вот это вот сюда, почему у него вот это пабликарт, а это стрит-арт, а вот это вот так вот. Я не знала, где найти нужные фотографии. Ну, в общем, конечно, это был такой полный колодак, и внутри меня, и снаружи. Но постепенно, как-то история за историей, я начала постепенно приближаться к тому формату работы, который потом оказался самым комфортным. Вот. Что из этого получилось? Из этого все равно получилась очень свободная история, мне кажется. Потому что здесь нет такого там ранних живет, не знаю, зрелых живет, и там внезапно ушедших живет, да, как бы на момент его смерти. Все получилось очень вперемешку. И это тоже очень прессаж. Потому что, хотя он твердо стоял ногами на земле, но при этом вот верхнему чакрами он просто летал или там постоянно. И это очень для него характерно. Быть противоречимым, непоследовательным, и в то же время двигаться кривее и четко понимать, куда люди. Ну, я бы сказала, что это даже не столько книга хроника, это книга состояния, книга настроения, «Книга присутствия». Книга присутствия, да. Поэтому его здесь очень много. Я, может быть, хотела бы зачитать кое-какие фаргменты из этой книги. У меня это печатано. Спасибо. Книга. Забавные истории, которые мы были освещены в сны, но тем не менее. Их сейчас сложно будет, на самом деле, проиллюстрировать. Хотя, может быть, и не сложно. Ага, вот так. А по структуре все равно какие-то главы. Да, это главы. Главы. Я тоже не понимала, как это делать. Поэтому там есть прям тоже такие гиперссылки, так скажем, при тексте. Это главы, связанные, по тематическому принципу. То есть, там есть... Бегович, где он сам себя рассказывает. Это фрагмент другой лекции. Там есть какие-то пункты для любого отношения. Здесь есть первая и самая работа. И поскольку он их еще делал до того, как я в его жизни завтра налазь, то я ориентировалась здесь на историю зрителей, пусть в пункты страта художника Саши и нового соратника. И на тексты в соцсетях. Поэтому они как бы без каких-то особых предысторий. Вот. То есть, тут, на самом деле, в каждой главе можно просветить историю развития. Не то, что вот исходная точка в начале и финальная в конце. Здесь в каждой главе видно развитие человека. То есть, я взяла за основу теоретический принцип. То есть, здесь первая работа, то, с чего он начинал, здесь тоже уже видно развитие. Но при этом в истории про первые работы есть упоминание, там, с вами Вова, который выходил в трех версиях, если что. И это тоже история о стране первого времени. Очень сложно все умереть. Первый вопрос, который вы видите, обожаясь, корректно. А тот вопрос, который мы с Сашей подъявляясь вечно, у нас сегодняшняя генерская арт-президенция нарисовали. Потому что он сказал, Витя Фрукты мне сказал, что эта штука похожа на паста либо открытой. У меня с одной марки, давай попробуем. Вот. Ты будешь спалить, чтобы полиция не ехала, а я буду рисовать. Если понять, чтобы не делать точно не следует. Ну, вот. А потом из этого выросла история с фестивалем «Экология при странстве». И грибофоны, которые на травмой части, да, на православной месте находятся. Это грибофоны, которые сделаны там уже, не знаю, шести годами прошли. Но тематически они, конечно, длительные сложные. У них была фронология, автор-стай. И не нужно так работать. Здесь есть дальше история про усложнение техники, когда Саша открыл для себя парфолет, в жизни заиграл над красками. Но, кстати, очень главная история, я хочу сказать, несколько было вот этих парфолетов в городе, и в том числе в нашем подъезде. Ну, во всех подъездах, во всех домах, в которых мы жили обязательно, Саша что-нибудь составлял. Соседи в итоге вычисляли, что здесь живем тоже. Но эта история, которую я, может быть, вам просто прочитаю, она началась с длительного духа. И при длине я не присутствовала, я ее написала, антименную сказку о Сашем выборах. Самое главное в предварительной технике иметь подходящую исходную матемку. Саша часто жаловался на то, что не может найти в интернете докладные свои задумки и прототипы, поэтому иногда ему приходилось самому осознать нужные сюжеты. Идея рисунка в том, что многие из нас большую часть денег тратят в супермаркетах типа ВИВАД, и их не остается даже надежды, поэтому человек один только в пакет майку из ВИВАД. Где мы купили испорченную рыбу? Ну, кстати, редактор посчитал, что при испорченную рыбу я буду работать. Модель для этого проекта был он сам. Съемка организовалась стихийно на разгонках из-за налодочной станции Почелы. Саша без лишних раз в доме и смущений облачился в один лишь пакет майку и стал позирован в неделянной пирсе. С берега анатомические подробности вряд ли были видны, а вот выплывающие мимо на лодках люди могли видеть всю непредрутую правду этой задней. Впервые этот трехслойный парфолит был нарисован среди графики титеров на торце горожан в прикрестках Носомарского проспекта и Советска, еще несколько городских стенок. Зачем участвовал в оформлении туалета театра сцена нового и, кстати, до сих пор? Он есть. Там, я думаю, написал Саша Писпись. И третья версия, дополненная объемными деталями, появилась в подъезде у многих этажки на Бабаре и Дагаре на Северс. Это крайняя версия. В такой интерпретации эта работа вошла в клип для описания Требецкого ни при чем. Дальше. Я встать не буду. Я прочитаю аргумент, который не будет его искать, а не будет его искать, а не будет его искать. Саша же не обладал хорошими навыками рисования. У него всегда это было мукой рисовать эскиз. Он говорил, что мне проще на стене сразу что-то пробовать, чем рисовать эскиз. И ему очень сложно было перенести идею из головы на бумагу, на эскиз, или, не знаю, в Photoshop. Ему нужна была какой-то прототип. И когда дошло дело до проекта «Сплетение начал» в Петро Заводске, как раз таки ему тоже понадобился прототип. Кстати, для проекта, о котором я уже говорила, ему понадобился прототип. И мы придумали чего-то лучшего, как используют нас самих. И это очень тоже забавная история о том, как создавался этот эскиз. Сейчас я представлю на мой момент. Из бумажной версии выходит проще. Ну, он интересно смотрит ее из себя. Да. Вот. Можете дать внимание. Там была задача как-то обыграть в кореофинский эпоскаревал. Саша прочитал его в нескольких версиях, в стихах горной, исторической. И помню, что нужно рисовать позиционально именно главный он, то есть это проискатель, части всего человечества, новец, который вообще радуется за всеобщее главное, не за себя. И он отправляется в сумочную страну Похлево, собственно, звук он называется, страна Кальвайл, искать идеальный небес. Но он кузнец. И он в итоге занимается тем, что будет мельницей сам, а это мельница, часть всего человечества. Саша подумал, что в принципе он, наверное, сам будет тем самым прототипом, потому что никто как в нем сможет изобразить вот ту самую картинку из его обороны. Он мне говорит, хорошо, давай я сейчас взялся, изменяем на него. Вязал боку, мою платочку, в которой я облачу, надевал волосы, кашу внизу. Взял почильный камень и начал, ну такой, пытаться изображать жест замахивания. Ну я, естественно, как самый главный критик, не похожа, не врею, не от меня движения. А в этот момент по кровати, на которой все ползали на нашу кошку и на нашу дочь. Я говорю, да, не мешай. Я говорю, вот на них замахивайся. Я этим камнем начал замахиваться на мир. Я говорю, вот, вот, вот это даже эмоции. Я думаю, в том числе работал. И получился вот такой образ. Он все равно разбил семент. Отдельная история о том, как это все наносилось. Они думали размечать это все с проекта, но в июне, это заводские белые ночи. И ночью есть, в общем, 5 часа. И как только они устраивали, все. Появлялся. Начинался рассвет. И все. Зображение становилось не так раз, но невозможно было здесь. Поэтому тут все происходило очень сложно. А в следующий год он нарисовал уже женский образ. Это мой образ. То есть, ну, там, прошлось, конечно, без ударов по окошкам, детям, лечения камней. Мне просто нужно было забросить романтичную барышну, чтобы, в общем, не хочется делать. И тебе все-таки сколько работ, скажем, фотографий у мамы? Тема. Сколько работ? Когда поискились? Ну, ближе к... Да. Ближе к сотне. Ну, не все дошло. Потому что некоторые фотографии такого качества, что там, просим, собираются плакать. Ну, то есть, их нельзя. Они куда-то расползаются. На фиксике. Не знаю. Они только какие-то самые знаковые, самые характерные. А... Сейчас еще. Здесь хотела что-то зачитать. Про Шахчуках. Да. Дальше. Я плохо на самом деле. Я плохо ориентируюсь... Вот. Содержание. Я не знаю, как я знаю, я специально вырвела. Я не знаю, что я не знаю. Так. Выдержив полукрепную паузу после первого проекта с кейссами, Саша собрала с первого второго. Более сложного. С техникой все было нормально. Выбор цветов много у меня. В итоге отказался от идеи пейзажа, решив, что лицо будет более интересно смотреться. Оно было чье лицо? Нужен был не какой-то абстрактный человек, а персонаж, с которым мы все адекватно ассоциировались, и он подобен с Рашичуком. Эскиз получился экстремальным экспрессом, а основанность владельца на стенке должен осталось насыграть материал. И за ним Саша с машиной с тёрками, помянутой, которая всегда отвлекалась на его проекты, отправились в Недошевинское кладбище, там же целый пельмонный мест. Ребята привлекли к нам домой огромную клещевую сумку, на виду клещевую листью, такой, какие чумаки были из них жертвы со скитами. Выбрали все на пол и начали сортировать по оттенкам. Правда, этот процесс сильно затягивался из-за многодонных историй мира нашей дочери. Она взрывалась висок головой, подкинула их, прыгала в цветную кучу, в общую участку, в проекте, как могла. Наконец, все было рассортировано, уложено пакетом и выставлено на балкон. И хотя я старательно и долго ликвидировала оставшийся после этого мусор, несколько колонн жучков-паучков все же успели поселиться в квартире. Мы долго еще обнаруживали их на потолке, стенах и комнатных растений, двойных коров и прочих живых. В ночь после сортировки Саша с Машей разнатились правильную картинку, а на следующий день поехали перебивать из текстиля. Плоские линии разметки, постепенно обрастая листовой плотью, проявляли узнаваемое лицо. Саша работал на лестнице в пределах досягаемости, поэтому, интересующиеся, не стесняясь подходить, спрашивать, предлагать помощь, респектовать, фотографировать. Портрет собирали вон полный день. За это время на полянке переселка появилась находка на баллонной тропа. Фото готовой работы для него разлетелось по сетям и каналам. Саше каждые 10 минут кто-то звонит. Но самый, пожалуй, главный звонок раздался через пару недель. Саша связался организатор ноябрьского концерта ВДТ в Пельме и передал, что Юрий Юлианович изъявил желание видеть художников. Так мы попали на концерты через полтора часа звук и нос, переборавших в ЧП. Ну, то есть, это такая история, которую я практически полностью рассказывала. У Саши очень наконечен, я уложил в соцсетях. У нас дома хранится этот портрет, подписанный Юлиановичем. У него написано Саше. Я не служил, но спасибо. Юрий Юлиановичем. Такой же портрет, подписанный Саше. Но я по тебе не помню, что он там написал. Я пыталась связаться через директора группы, но как-то не выжить, естественно. И, наверное, еще одну историю я отпечатаю. Буду готова ответить на ваши вопросы. Как раз-таки эта история, связанная с деятельностью на юге и с деятельностью в Узе современного искусства, В 2010 году в Узе современного искусства привелось в учебу американцевого художника Марка Дженнесси, дебютателя объемной скульптуры скотча. Мы с Сашей стали учащими в универху жопа, на котором Марк делился своей технологией, помогал группе сраблить свою собственную скульптуру, которая затем была ведущая в городе, в Кинске вывели, в Каймонии, в Дарожине и в Берлине. Все скульптуры исчезли в тот же день. Все, кроме нашей. Ее ждали серии при возвращении. Мы сделали случай взлеток с Сашей. Одели фигуру в одежду из Саши Хаймера, насыпили ему маску Зайца и усадили в трамвай, засунув в карман для предбилетов. Хватило бы на несколько полезных. Рассказали кондуктору, что это скульптура исчезла. Попросили прилягивать за ним и вышли из трамвая. На следующий день мы позвонили в трамвайный алипост справиться о судьбе нашего Зайца. Оказалось, кондуктор забыл предупредить свою звонящую со мной на ученые пассажиры. И та была крайне смещена, встретившись рядом с намаженными и заячными глазами. Но он не решилась подойти и забыла из трамвая, из-за чего он в ладони в маске лежал. Береги, торчащие из кармана, больше не давали опыта и волосы. Он катался в трамвайле с самого вечера. И только на везде влюбок, когда мы вместе с родителем попросили его идти из ракона. Он уже не видел, чтобы ничего не открыть. Двух пытались подняли, но ощутив, как кофли вместо человеческого тела что-то предупредить ему вверли. Я причиняшу, без золи полиции. Никому, никому. Он просто сплочил каркас, антирующий форму человеческих тел. Работники депо посадили его на каменную будку внутри ремонтного окна, и ради веселья засунули в карту заяча рот сигарет. А когда мы приехали избирать нашего путешественника, даже через него. Заяц несколько месяцев просидел у нас на балконе. Затем был превращен в чебурашку, новая маска новой жизни, и отправлен в поле у одежного диапазона и привлекательного новостей фестиваля. Но третье и последнее воплощение стало для заяц самым знаменательным и даже героическим. Саша смастерировал из стекнового скотча скафандр. Надел шлем с флота Юлия Гагарина. Это действительно. Надел шлем с флота Юлия Гагарина. И разместил скульптурный орган. Выживание запуска в космос. Мы с Абором Кутинцом, это наш родственник, лежали в болтающейся лестнице, пока Саша на 7-метровой высоте удобно усаживает гагарина на дереве. То есть там, это на... Это не далеко от написано. Отпрыли деревья. Она напомнила Саше такую вот, как бы, руку, отдавая рогатку, и вытянули стропы, и выключилась какую-то гагарину на кондицизацию. И его зависятся в сердцах. Перемь 12 апреля в Крещении Настовое. Поздравляю всех с такими стилетиями первого полета в космос. По этому случаю объявляю праздничный выбор полета Юлия Гагарина. Скульптура была создана на воркшопе Марка Женкинс, после чего неоднократно ее делалась и, наконец, обвела свое стартарное значение. Надеюсь, на долгое время, хотя залезть на это дело очень легко. Даже я смогу это сделать без лестницы. Большое спасибо Анюю за помощь, а также Марку и Юрию за то, что они первые. В куче выгодами он сидел в Екатеринском округе дерево. За его судьбой сидел в телепрайоне Женом на городе. Через несколько дней после инсталлирования кто-то оторвал космонавта одну ногу. Тебя космонавта исчез. Значит, запуск в космосе все же состоялся. Такие истории, но, то есть, их довольно много. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...